Ситуации, когда жильцам удается уйти от безответственной управляющей компании и выбрать себе более достойную, случаются. Но что делать, если, по словам горожан, старая управляющая компания не отпускает жилой дом и буквально устраивает рейдерский захват? Этот вопрос сейчас пытаются решить люди, проживающие на улице Стройкова, дом 64. В прошлом году им удалось собрать подписи жильцов, обратиться в жилищную инспекцию и уйти от управляющей компании Изумрудной, которая, по их мнению, не справлялась со своими обязанностями. Новая управляющая компания отвечала всем их требованиям. Жаловаться было не на что, собственно говоря. Везде было чисто, регулярно проводилась уборка, то есть вывозился мусор, контейнерная площадка была всегда убрана. То есть вообще даже повода не было, собственно, обращаться, звонить в диспетчерскую. Радость жильцов была недолгой. 1 февраля текущего года они неожиданно для себя узнали, что их дом вновь обслуживает управляющая организация Изумрудной. В этот же день в здании отключили все лифты. Полтора недели где-то они вообще не работали. Мы ходили пешком. Лестничные пролеты, часть, то есть не освещаются совсем. По словам местных жителей, уже больше месяца в доме и на улице не производится уборка, а мусорные контейнеры с оборудованной площадки и вовсе исчезли. Так как мусорные контейнеры принадлежат управляющие компании, то есть предоставляют управляющие компании, а вывоз мусора организован на Капронском. Управляющая компания не заключила договор с Капронском и не предоставила свой контейнер. Соответственно, мусорная площадка полностью завалена сейчас мусором. Информацию о том, что Изумрудный не заключил договор с оператором, люди получили после того, как 5 марта к ним с проверкой приехал представитель жилищной инспекции. Как и жильцы, надзорный орган не может выйти на контакт с управляющей компанией Изумрудной. Говорят, что уже две недели не могут ни с кем связаться, никого найти и сами не знают, что в такой ситуации делать. Говорят, что это прям впервые в Рязани такая вот ситуация. По словам местных жителей, проверку инициировали именно они. Люди устали жить среди мусора и грязи. Они вновь собрали подписи для того, чтобы их дом вернули управляющей компанией «Горожанин». Люди надеются, что в этот раз закон будет на их стороне. Заявление лежит в жилой инспекции, по-моему, с 19 февраля. Но жилая инспекция, то есть они в курсе нашей проблемы, но очень долго они рассматривают это заявление. То есть мы вынуждены будем в март находиться опять под управлением Изумрудного, потому что смена может произойти только с первого числа следующего месяца. На проверку жилищной инспекции ни один из представителей управляющей компании «Изумрудный» 5 марта не явился. В свою очередь жильцы не теряют надежды найти сотрудников этой организации. В данном доме у меня есть нежилое помещение, которое находится в общем подвале. Оно там не у меня у одного, а у многих. Общий подвал закрыт, а доступа туда абсолютно никакого нет. Я не могу найти никаких контактов управляющей компании, ни директора, ни телефонной экстренной службы на связь не выходит. Обратился в полицию для того, чтобы разыскали хотя бы представителя управляющей организации, для того, чтобы мне хотя бы можно было с кем-то пообщаться. Пока что никаких сведений. Ключ от общего подвала, в котором находятся кладовые комнаты жильцов, есть только у представителей компании «Изумрудный». Жители обеспокоены тем, что еще как минимум на протяжении месяца они вынуждены будут терпеть все перечисленные неудобства. Кроме того, у них нет гарантии, что лифты в десятиэтажном доме будут продолжать работать. Как говорят местные жители, обслуживающая организация «Рязаньлифт» включила их по просьбе жильцов, поскольку «Изумрудный» имеет большие долги перед этой организацией. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».